По явочному листу у нас присутствует 18 человек из 23, что соответствует форуму. И по специальности, которую мы должны рассматривать, 6 человек. То есть форум есть. Значит, разрешите огласить повестку дня. Первый вопрос у нас зачитает диссертационные работы Эль-Ильян, Фатьма, Ула-Мохаммед на тему управления запасами ремонтируемых узлов металлорезов и штантов на предприятиях машиностроения. На соискание ученой степени в Индии технических наук по специальности 05-12-06 в автоматизации управления технологическими процессами и производствами машиностроения. Научный руководитель, доктор технических наук, профессор, заведующий кайф по технологиям состроения металлорезов и штанкин-инструменты. Российский университет дружбы народов, город Москва-Робов, Владимир Александрович. Вторым вопросом мы хотели рассмотреть принятие решения о переносе защиты диссертационной работы Валиева Давида Эльмановича. И третий вопрос, у нас есть вопрос по рассмотрению, по принятию на защиту работ по специальности колесной и гучной машины. Поэтому хотелось бы, если нет возражений по повестке дня, нет возражений. Если нет, то тогда, согласно рекламенту, у нас первым вопросом защита диссертации Пайкмак Дулла Мохаммед по управлению запасом ремонтированных узлов металлорезов и штантов на предприятии можно строения. По специальности 05, 12, 06. Опять-таки еще раз повторю, что сейчас присутствует на заседании 18 членов СССР, 23, а по специальности 6. В честь отторонного образования. Работа, выполнена, как я уже говорил, на кассе технологии машиностроения, металлорезов и инструменты федерального федерального автономного обзора учреждения высшего образования Российского университета дружбы народа, УДМ. Научный руководитель, как отмечал Роба Владимирович Александрович, официальные оппоненты. Доктор технических наук и профессор, заведующий кафедрой технологических систем пищевых и перерабатывающих производств, Тульского государственного университета, пресс Владимир Викторович, он присутствует. И кандидат технической наук, доцент кафедры динамики и процессов управления, Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, Сабитов Рустам Кадеевич. Следующая организация, экспериментальный научно-исследовательский институт металлоречка станков НМИС, город Москва. Слово для доклада об основном содержании диссертации представляется ученому секретарю системного совета и датю киневого доценту Мавлееву. Пожалуйста. Соискателям представлен полный комплект документов, соответствующих положению о порядке присуждения ученых степеней и другие многократные документы. Из личного листа Эль-Ириан Фатма Абдулла Мохаммед, 1978 года рождения, в 2000 году окончила университет города Мансура-Египет и получила квалификацию бакалавра инженерного обеспечения производства. Затем в 2007 году окончила этот же университет и получила квалификацию магистра технологических наук. С 2011 года по настоящее время являлась аспиранткой Российского университета дружбы народов. В деле Фатмы также имеются заявления с просьбой принять диссертацию к рассмотрению, удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов, выписка из протокола, где выполнялась диссертация, также положительное заключение кафедры технологии мощного строения, металлорежущие станки и инструменты, РУДЭН, протокол номер 6, от 15 января 2015 года, авторефераты, диссертация в прошитом и в электронном виде, а также все необходимые документы, которые отформлены в соответствии с положением. Кандидатские минимумы сданы по иностранному языку, английский – хорошо, история и философия науки – хорошо, по специальности – хорошо. Список трудов включает 10 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации – 10, из них, в рецензированных научных журналах, 4 работы. В числе работ научной статьи и тысячи докладов. Доклады представлены были на Миномогу, Российскому и Конференции. Уважаемые председатель диссертационного обеспечения, члены диссертационного обеспечения и присутствующих несколько слов для изложения основных положений диссертаций представляют соискателю Эль-Ириан-Патьма Абдула-Махам. С вашим вниманием присоединяется диссертационная работа в выполнении на кафедре и на лиге машиностроения, метеорологических станков и инструменцев Инженерного факультета Университета Дружбы Народов. Тема диссертационная работа управления заказами ремонта ремонта воздуха в метроюжих станков на предприятии «Машиностроения». Научный руководитель ступко-технический навык профессор Руков Платимир Александрович. Актуальность проведения технического обслуживания и ремонта оборудования машиностроительного предприятия прибудет достаточно больших средств. В условиях морального и фактического строения механического решения в оборудке затратено восстановление ввода только возраста. Задача управления заказами при ремонт метроюжих станков всегда сопряжена с расходами материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В условиях увеличенной экономики система технического обслуживания и ремонта метроюжих станков относятся к категории сложных систем, конструируются обыдывленными ограничениями. Это объясняется тем, что в задаче управления ресурсами и заказами при ремонт метроюжих станков является структурными и многокритерами. Система технического обслуживания и ремонта во многих случаях не обеспечивает принятие оптимальных решений. Это объясняется тем, что график технического обслуживания и ремонта строится в нормативном термине. В связи с тем, возможности у вас, когда одновременно в ремонт будет введено достаточно большого количества единиц обладывания и из-за ограниченности в ресурсах ремонтном мероприятии в разводе спа предприятий может не справиться с удовольнением всех ремонтных работ. Поэтому без управления запасами ресурсов нельзя обеспечить надежную отступительность обладывания без существующей системы технического обслуживания. Целью работы является управление запасами ремонтных остров метроюжих станков на предприятиях машиностроения в условиях ограничений трудов и финансовых ресурсов. Разработать модель и математические модели для оптимизации количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудов и ресурсов. Разработать модель и математические модели для оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограничения трудов и финансовых ресурсов. Разработать математические, медициальные и нечуткие любые модели для обладания количества независимых частей брехи ремонта метроюжих станков. Постановка задачи и формулирования задания. Одной из причин простоев недостатков обслуживания машиностроения в этом объекте в российском ремонте и обслуживания и обслуживания объектов. с учетом минимизации и эффективности оснаститься и наиболее сложным. Три основных ограничения не посреди с временем влияющих на объем запасных плоскостов для ремонта метроюжих станков. Минимальный оборудование среди степана для председания запасных плоскостов и безразношеваемых председаний. Продолжительность выполнения ремонта воздействий, приступающие изгадывая графика ремонта технологического оборудования, наличие полиции обслуживания торговых ресурсов. Разработка математических моделей. Математическую модель нахождение оптимального числа согласных обслуживающих функциональное ремонтное нарывание в создательной системе предлагает выразить с вами см. 2.4. Разработка эмитационной модели. Эмитационная модель системы массового обслуживания для наших условий будут характеризоваться как многофазные и многофанальные с несколькими неоднородными ботоками заявок с отчетливыми ограничениями указаний на всех стадиях обслуживания. В фазе обслуживания беременда приемка и дефектации поступающих ремонт метрологических станков, 2.4. Небосредоставление постановления и ремонт метрологических станков, 3.4. Сценарий контроль и регулировка, 4.4. Приемка отременной тройки метрологических станков. Первая обратная транспорт и возвращение в стихо сахар значений. Система массового обслуживания и исследовательной системы технического обслуживания метрологических станков. Разработанный алгоритм обладает искренностей основного свойства обладает и однозначностей. Структура алгоритма обладает способом продвижения модерного времени по событиям. Блок 1. Введение начальных условий на беспроцесс моделирование. Блок 2. Будет начальные условия на реализации моделей на пленовом времени периода. Блок 3. Реализация событий по фазам и времени. Блок 4. Модуль реакции. Модуль реакции. Модуль реакции. Д на результат эффекта на наличие необходимых требований. Модуль реакции. На невозможности приобретения необходимых требований для доставщиков. Модуль реакции. На увеличение временных трудов. ограждений или занятостей реакции. Разработка модулей на шутке логики для управления загасными участками грунтовым производством. Метод на шутке логики возрождает апелляция хорошее астронетик классическим моделям управления табасами. Он не требует никаких сложных математических моделей, основан на сравнении сброса логиков оборудов с ресурсов в данный момент с количеством ресурсов на скляхе. Процесс применения на шутке логики осуществляется на 3-ю стадии. Возификации и фазификации и дефазификации фазификации приход на данные стадии точные значения входных переменных преобразуются значения негистических переменных, последовательно переменения некоторых положений теорий нешутких множеств, а именно при помощи определенных параметров требуем управляющих действий. Дефазификации устранения нешут касты осуществляется предход и значения влече к определенным физическим параметрам, которые могут служить управляющим командам. Редактор графических энергетических входных и входных переменных систем логики и по межу графические системы. В версии показаны три входных параметра первые распределивающие запасных остров в период выполнения ремонта баз листови. Второй ОМ это поступающие запасные островы операции интервели. И третий параметр ОА это запасные остров в начале обсуждения. 2 рисунок Для функции предназначенности я использовала для второго арометра и третьим рисунок показаны функции предназначенности я использовала для первого и третьего Четвертый рисунок показана функция Белгородижанская использовала для КОА, перечисовала запасных оснах начальный момент сражения. Эта первая рисунок показана запасные уровни, запасные осна, уровни взгляды нас за вас. Это является в выходных параметрах. Там показана функция Белгородижанская и я использовала 7 функций Белгородижанская и потом графический интерфейс брабер используемых нотечки логики. Это часто брабер используемых нотечки моделей. Если количество использующих запасных оснах очень низкое и количество поступающих запасных оснах каждого шага временне очень высокое и количество запасных оснах на начальный момент обслуживания очень высокое. Решение в уровне запасных оснах будет резко уничтожено. З Services Результаты применения выгода лишнего до положения для токальной группы станков. В 2017 я сделала пример для шести группы. В слайде есть только пример токальной группы. По 15-й открытиям был уровень запасов в зависимости от распространяющих запасных услуг в начальных моментах обслуживания. Разработаны тематические логики, модели для оптимизации количественных условий облегчения трудовых ресурсов. Критерия по оптимизации количественных ремонтных возможностей при ремонтных режимах обеспечения требований в процессе технологического обслуживания и ремонта в соответствии требований закона до 32 и нормативных документов, экономической эффективности и целосообразности. Математические моды нахождения оптимального корреса сформулированного воздействия распространяющих национально функционирование и статей системы окружающих запасных показанных настрой. Материрующая алгоритмина матричной формы. Вод для постоянных и временных данных вариантов организационная форма, централизационная, категория ремонтных сложностей в каждом встанках, трудные методы работы, количества структов, средние и талавые входы времени для каждого рабочего, большая интервали изменений системного времени, количества оборудов по структуре ремонтного цикла. И в том, культурной обработке постоянных и временных данных растут количество обслуживаемых станков в каждой группе, расчет количество оборудованных воздействий в каждом временном периоде для один год. Расчет трудоустройства ремонта, бери, капитальные ремонты, средние ремонты и текущие ремонты, расчет годового фонда рабочего времени, администрацию числений и значений, линейки веществ и времен, все и ослуживают программы. Разработка моделей и нежитки логики для оптимизации решительства мотопоследствий. Первый рисунок, там есть два кодных параметра, нормы трудоустройства и годовой фонд рабочего времени. И три входных параметра количества капитальных ремонтов, и второй – количество средних ремонтов, и третий – количество текущих ремонтов. И на второй рисунок есть функция предположенности для первого параметра и второй – для второго параметра. Это графический интерфейс, где проводим веществ по капитальные ремонты, и третий – количество ремонтов, и третий – количество стрипнего ремонта, и потом, в графический интерфейс, пройдет исполнительный программ. Результаты лиминейные вещества вещества и логики для акт-миссации. Если у меня нормативные указки меньше, чем годовые фонды времени, это значит, программа будет сразу уменьшается количество капитальных ремонтов и количество средних ремонтов и количество текущих ремонтов. Достоверностные результаты моделирования. Если мы ставим пример из программы врачей, сначала необходимо было выполнять рабочие работы времени, где я сделала 16 капитальных ремонтов и 32 текущих ремонтов. И 96 текущих ремонтов показано на третьем этапе годовой фонда рабочего времени. Потом доступнее годовой фонда рабочего времени, у меня несколько примеров, может быть, есть на забуде. Количество ремонтов используется с ограничением датурационных ресурсов при переменении научной логики и при переменении математических моделей. И потом расчетный датовой фонда рабочего времени, если я использовала эти числа, я получила из программы научной логики и из математических моделей, я получила эти результаты. Если сравнение, это результаты с доступными годовой фонда рабочего времени, я думаю, это хороший результат. Разработка математических и научных логики моделей для оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограничения финансовых и трудовых ресурсов. Разработка математических моделей. Математических моделей нахождения одного количества ремонтных единиц, обеспечиваясь традиционно функционированием создания системы, отражаясь в соответствии с мастерской логики. Моделирующие алгоритмы в материчной форме тоже под номер 1 точно поздно, потому что использовав все информации, есть в первой модели алгоритме. Это количество ремонтных единиц по структурам ремонтного цикла согласно системе технического обслуживания показа МАКЗИП. Это требуемый годовой объем финансирования ремонтных работ. Группы 2 растет количества отражебаемых станков в каждой группе, растет количества ремонтных посетов в структуре ремонтного цикла в каждом времени времени. Группы 3 растет расчет количества ремонтных единиц по структуре ремонтного цикла в каждом времени времени. Группы 3 растет расчет инфраструкции ремонта, расчет педагога фонда рабочего времени. Эти репуты и интригойные годовые объемы финансирования ремонтных работ. Это последний объявлен счастливых значений для значения юридических предметов. Результаты применены для нечутких логики для оптимизации количества ремонтных единиц. В моделях есть три входных параметра. Нурпы 3 демократии, ГДФ Рабочего времени и ГДФ Финанс РВ. Потом, ки, ки, это является количеством ремонтных единиц при капитального ремонта, ки, ки políticas ремонта и количество ремонтных единиц при капитальный ремонт. Это окон века по количеству ремонтных единиц в соответственности от ГДФ Рабочего времени и ГДФ объема финансового времени. Там есть тоже программа, но я не сделала, естественно, есть диссертация, благодарность отвлека в количестве вармутных в зависимости от гадагогонда рабочего времени и нормы трудоедкости. Нету нормы трудоедкости. Диссерт-вэрнасти результатов для локации, то речесово-мутных и генезвитов структур и романтов в цикле, по нормативным трудоедкости, на рост-эрнасти этика речесова. Если трогай мне, когда фонд финансовый ремонт беременность, я думаю, 3,31,152,000 и доступен к фондовый объем финансовый ремонтных работ, меньше чем это, я не могу сделать все ремонтные единицы. Это означает, что количество ремонтных единиц исхода за ограничение финансового ремонта будет улучшаться. Есть несколько примеров при применении решетки людей и при применении математической модели. И потом, в зависимости от этих числа я получила, я рассчитала, сколько будет у меня трудоедкость объем финансового ремонта. В результате решено актуальное научно-техническое задание заключается в управлении запасами ремонта. Применение методами шутки и логики в управлении запасных участников, ремонтом, развода средств освоя и оборудовательной формы оптимизировать складочки. Забасы при ремонтно-тролюческом модели в применении интервала можно, не прибегая к сложным экономическим расчетам, установивая в данном режиме потребные количества оборудовательных запасных остров для выполнения ремонтных последствий, обслеживаемого партнер-тролюческого оборудования. При этом обеспечивается минимизация потребных оборудовательных средств. Предполагаемые интервала научно-технические логики позволяют выбрать оптимальную структуру ремонтных воздействий при ограниченных ресурсах. Соответственно, использование разработанной модели научно-технической логики для оптимизации производства при ремонтных воздействиях Появляется возможность давать минимизацию оценку функционирования ремонтных предприятий, изменяющих внешних условий. Предполагаемые научно-технические логики позволяют адаптировать ремонтные системы для предприятий, требований, финансовых и различных условий, изменяя количество ремонтных единиц и структура ремонтных воздействий, применение внешних и логики для решений, восстановления задач, следований, трубой, построения и решений источных математических моделей, и дают хорошие результаты, короткие положения предприятий. Время закончено. Спасибо. Так, вот, что мне интересно, пожалуйста, какие будут вопросы к церкви? Можно? А какие будут вопросы, пожалуйста, на имя? Пожалуйста, демонстрируйте. Скажите, пожалуйста, на каких вашестроительных предприятиях прошла апробация Вашей диссертационной работы? И если не прошла, то что Вы планируете в дальнейшем? Я напомню, что поздно внедрение завода европейских в Москве. Все данные будут использоваться в этом заводе. То есть на машиностроительных предприятиях в городе Москвы, да? Да, да. Ясно, спасибо. Еще один вопрос. Какими методами решалась многокарактериальная задача оптимизации управления ресурсами при ремонте, не подарившись толку? Ну, пожалуйста. Какими методами решалась многокарактериальная задача оптимизации управления ресурсами при ремонте оборежащих станков? Метод решили? Да. Метод решили? Да. Метод решили? Нет, вы. Берни? Я думаю, причины нет. Метод, а я написану, да? На стане нет? Першили, першили. Метод решили. Метод решили. Метод решили? Решили, все понятно, понятно, нет, просто не было. Не за инъекцией. Субтитры делал DimaTorzok 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 Далее 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 Не шуткие логики, это не шутки. Какой из них, что-то, лучше вы считаете? Ваш вопрос. Из трёх опробованных Вами методов определение от них тех же логики разными методами. Да, да, да. Который из них Вам больше всего понравился? Конечно, не шуткие логики. Потому что, не шуткие логики, если ассоциативы понимают, как работает эта модель, можно сформулить любую проблему быстро и получить хороший результат. Если посмотрите в кабинетах сравнение математической модели и не шуткие логики, я нашла, что результаты значительные логики лучше, чем результаты математической модели. Потому что там есть фракшнс, диссименс. Диссименс – это значительные логики не есть. Потому что он подменяет больный, больный номер. Типа 12, 13, 16. Но в математическом модели там есть много диссименс. Диссименс. Я не могу сказать, рабочие сделали 13.4 капитальные ремонты. Или 13, 14. Интернет. И потом, если это чисто поменяется, это значит, можно, можно не будет, наиболее чем это. Спасибо. Еще вопрос есть? Прошу вас. Прошу вас, друзья. Что означают слова диссертация? Оптимизация запасных частей, оптимизация ремонтных воздействий и оптимизация ремонтных изнижек? Я сказала, оптимизация запасных частей, это минимизация запасных отставов на скляре. И оптимизация ремонтных единиц и ремонтных воздействий это максимизация. У меня разные функции. Минимизация и максимизация. Увы в интернете? Оптимизация в интернете. Оптимизация в интернете. Еще раз можно? Еще будут вопросы? Достаточно. Хорошо. Наверное достаточно. Достаточно, так, много создавали. Хорошо, значит, тут согласно, значит, раз вопросов нет, согласно протоколу у нас положено, должен выступить научного обводителя, но, к сожалению, обестрового нету. Он у нас болит сердце. Заболел, да? Он, условно, не болит сердце, а он уже у каждого у него. А, у него сердце, да? Да. Поэтому, в словах, представляется секретарёв Центра Совета Мавриева. Отцов научного руководителя, профессора Робова Владимира Александровича, на работу Эль-Риан-Хатма Абдулла Мухаммед, управлять запасами ремонтированных узлов, металлоревших станков на предприятиях нашестроения. В 2007 году Эль-Риан-Хатма Абдулла Мухаммед окончила обучение в магистратуре инженерного факультета университета Мансура Египет по специальности технологические машины и оборудования и получила степень магистров технических, техники и технологических наук. С 2013 года поступила в обучную аспирантуру на качестве технологии машиностроения металлоревших станков и инструментов инженерного факультета Российского университета Дружбы народов. В период учебы в аспирантуре сдавая все кандидатские экзамены, удостоверение выдано в январе 2015 года. В диссертации была поставлена задача управления запасами при ремонте металлоревших станков. В процессе работы на диссертации Батман Абдулла показала себя квалифицировым специалистам, хорошо подготовленной в теоретической и практических сферах. Она достаточно глубоко изучила техническую литературу в области управления запасами, разработала модели нечеткой логики управления запасами с помощью графических средств системы МАКЛАП для решения задач теоретических вычислений и одоименный язык программирования, широко использованный в научных исследованиях и прикладных разработках. Аспирант разработала модели нечеткой логики для управления запасами при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения, оптимизации количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения, и третье – оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограниченных трудовых и финансовых ресурсов при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения. Разработала математическую и имитационную модель управления запасными частями при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения, математические модели для оптимизации количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения, оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограниченных трудовых и финансовых ресурсов при ремонте металлоревающих станков на предприятиях мощного строения, Санкт-Петербург на предприятии. Поставленные аспирантом задачи, полностью выполненные диссертации, являются законченной работой, которая может быть представлена в защите. По моему мнению, исследования выполнены в полном объеме, полученные результаты достоверны, предоставляют интерес для науки и практики, содержат необходимые элементы нарезные. Эль-Риан Фатма Абдула Мухаммад является сложившимся специалистом. Ее работа соответствует требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05-12-06 «Автомизация и управление технологическими процессами и производствами мотостроения». Отзыв подписан заведующим категорю Робина. Спасибо, но, конечно, отзыв немножко научных проектов должен был содержать больше характеристики самого защищающегося. Поэтому, конечно, отзыв немножко нас не устраивает, потому что, ну, как мне уж теперь, жалко, что его нет, но, конечно, это так и вопрос. Недостаток, который, в общем-то, нам дальше иметь в виду, потому что просто взяв отзыв такой, то у нас есть некое несоответствие. Ну, хорошо, сейчас все же сделаешь. Значит, для того, чтобы, значит, ознакомить с заключением организации, где была выполнена работа, то, что же слово, опять-то, представляем, ученым кандидатам. В заключение на диссертационную работу подготовил Федеральный государственный основной образовательное учреждение Российского университета Дружбы народов, выписка из протокола номер 6 расширенного состава кафедры технологии мощного строения металлорирующих станков и инструментов инженерного факультета РУГЭМа от 15 сентября. На заседании присутствовало 21 человек, в том числе докторов наук 4, кандидатов 14 человек. Слушали выступления аспиранта кафедры технологии мощного строения металлорирующих станков и инструментов РУГЭМ по выполнению в диссертационной работе управления запасами ремонтированных узлов металлорирующих станков на предприятиях мощного строения. Диссертация выполнена аспирантом на кафедре этой же. Тема диссертации утверждена ученым советом инженерного факультета Российского университета Дружбы народов, протокол номер 2, 12 февраля 2012 года, связана с планом НИР кафедры. В период подготовки соискатель Эль-Эль-Ям Батман Абдала Мухаммед обучал в сводочной аспирантуре на кафедре технологии мощного строения металлорирующих станков и инструментов. С 25 сентября 2012 года плановый период окончания обучения 24 сентября 2015 года. В 2007 году она окончила обучение в магистратуре инженеру факультета города Мансуры. В период учебы в аспирантуре сдала все кандидатские экзамены, о чем выдано удостоверение. Научный руководитель Рогов Владимир Александрович продолжить это выступление застрял 25 минут. По окончании были заданы вопросы в устной форме. Первый вопрос от Патра Хальцева. Почему системы технического обслуживания и ремонта не всегда обеспечивают принятие оптимальных решений? И остальные вопросы можно не зачитывать. Да. Небольшое есть такой разус. По заключению, можно зачитаться полностью, потому что, как надо сказать, сезонного дела. Пускай зачитает. Прошу прощения, что затягивается. Второй вопрос. Кандидат технических навык, доценка. Коярчения. Поясните случайных задач по оптимизации организационных технических решений. Третий вопрос. Высоков, для чего необходима оптимизация складских запасов при ремонте металловещих станков? Четвертый. От доктора Козочкина. Что позволяет установить поменклатуру запахных узлов пока для грузов и станков? Шестой вопрос. Виноградова. Пояснить работу редактора для выходных и входных переменок в системе четкого вывода? Седьмой вопрос. От Копылова. В чем заключается метод обделения имитационного моделирования? Восьмой вопрос. Калаш-Иленко. Какие выходные параметры можно использовать предактерием четкой логики? На все заданные вопросы были даны аргументированные ответы. Выступил научный руководитель профессор Рогов. И высказал свое мнение о научно-педагогической деятельности соискателя. Уточнив, что Фатма начала работать над темой диссертации в 12 году. Показал себя грамотным, целеустремленным работником, вполне подготовленным для проведения научных исследований и педагогической работы. Эль-Ириан Фатма Абтубан Мохаммед лично подготовила к публикованию научных статьи, выступала с докладами на реагональных всероссийских и международных конференциях. В целом можно положительно охарактеризовать работу и самого соискателя как личность, и готовность к самостоятельной педагогической и научной деятельности. В обсуждении доклада приняли профессор Козочкин, профессор Гусаков, профессор Патрахальцев, кандидаты наук Миноградов, Соловьев, Кошеленко, Жедь, Куприанова, Антипов, Савастенко и Ощерков. По итогам обсуждения диссертационной работы было принято следующее заключение. Первое. Актуальность темы диссертационного исследования. Обсуждение диссертационной работы показало, что тема выбрана соискателем для исследований является актуальной и своевременной. Техническое обслуживание и ремонт оборудования наше строительное предприятие требует достаточно больших средств. В условиях морального и фактического старения механо-ограбатывающего вкладка затраты на восстановление будут только возрастать. В условиях рыночной экономики системы технического обслуживания и ремонта металлорезовщих станков относятся к категории сложных систем и функционируют с определенными ограничениями. Поэтому без учета ограничений материальных, временных, трудовых, финансовых, на используемые ресурсы нельзя обеспечить надежную эксплуатацию оборудования, присуществующие в системе ТОР. Данная работа позволит многим машиностроительным предприятиям, особенно небольших мощностей, в условиях многономенклатурности и рыночной неопределенности, приспособиться к новым условиям. 2. Личное участие авторов в получении результатов научных исследований и сложных диссертаций. Личный вклад Эль-Эль-Амфатмаза заключается в решение задач, поставленных в работе, проведении экспериментов и анализа полученных данных, обосновании научной нарезы и практической значимости, написании статей, формировании выводов по работе. 3. Степень достоверности результатов исследований. Достоверность подтверждается следующим. Работа базируется на известных теоретических работах в области управления запасами машиностроения. В исследованиях разработаны модели нечеткой логики управления запасами, выполняются с помощью графических средств системы MATLAB. Результаты разработанных моделей нечеткой логики управления запасами получены с применением современных компьютерных и цифровых технологий. 4. Научная нарезна и практическая значимость. Научная нарезна полученных результатов исследований подтверждается впервые установленными связями управления запасами ремонтированных узлов металлорирующих станков. Авторам получены результаты, имеющие научную нарезу и практическую значимость. А именно, разработка математической и металлорирующей модели управления запасными частями при ремонте металлорирующих станков. Разработана модель нечеткой логики для управления запасами. Разработана модель нечеткой логики для оптимизации ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов. Разработана математическая модель для оптимизации количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов. Разработана модель нечеткой логики для оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограниченных финансовых ресурсов. Практическую значимость представляют следующие результаты исследований. По результатам исследований на основе существующих теоретических подходов, разработанная методика Нечовской логики, позволяет ремонтным системам предприятий обладать возможностью оптимизации запасов ремонтированных условий, не творящих станков на предприятиях мощного строения, изменять свои структуры ремонтных воздействий и количество ремонтных единиц, адаптируясь к требованиям финансовых и научных условий. Пятое. Ценность представляет следующий научный результат с искателями. Показано, что применение метода Нечеткой логики в управлении запасными, запасных частей в ремонтном производстве позволяет в оперативной форме оптимизировать складские запасы при ремонте металлорежущих станков. В любом временном интервале можно, не прибегая к сложным экономическим расчетам, устанавливать в динамическом режиме потребность количества пополняемых запасных условий для выполнения ремонтных воздействий, обслуживающих персонал. Предлагаемая методика Нечеткой логики позволяет выбирать оптимальную структуру ремонтных воздействий при ограниченных ресурсах. С использованием разработанной модели Нечеткой логики для оптимизации количества ремонтных воздействий появляется возможность дать инженерную прогнозную оценку функционирования ремонтных предприятий. Предлагаемая методика Нечеткой логики позволяет ремонтным системам предприятия обладать возможность изменять количество ремонтных единиц и свою структуру ремонтных воздействий, адаптируясь к требованиям финансовых и рыночных условий. Применение Нечеткой логики и разработанных математических моделей для решения поставленных задач исследований обеспечивает достоверность получаемых результатов. Шестое. Соответствие диссертации научной специальности. Диссертационная работа Абдулла Мухаммед на тему управления запасами ремонтируемых узлов металлоливающих станков на предприятиях мощных строений соответствует паспорту научной специальности 05.13.06. Седьмое. Полнота изложенных результатов диссертации в работах, опубликованных автором. Основное содержание настоящей диссертации и ее результаты полностью отражены в 10 работах, в том числе в 4 работах, выставленных рекомендую в Береженбаб. Личные вклады автора составляют от 60 до 80%. Диссертационная работа по специальности 05.13.06. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющие существенное значение для современного машиностроения, то есть соответствует пункту 9 в положении о порядке и присуждении ученых степеней. Рекомендуется в защите на сельскохозяйственной степени кандидаты технических наук. Диссертация. По диссертации заключение принято на расширенном заседании ГАДСК технологии машиностроения. 15 января 2015 года присутствовал 21 человек. Заключение подписал заведующий Кафедрия Рогов и секретарь заседания кандидат наук ПЕШ. ЖИТЬ. Спасибо. На этом вопросу нет, к заключению. Следующее, значит, опять слово, сельскохозяйственной секретарью, для приглашения, отзывов ведущей организации и отзывов, кто-то пишет на сентрацию. Утвержден заместителем генерального директора по научной работе ООО «ЭНИМС», кандидатом технических наук Бойман. Воззов на инцентрационную работу ООО «ЭНИМС», кандидатом технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, что в своем очереди требует достаточно больших материальных, трудовых и финансовых средств. Наиболее распространенный на предприятиях машиностроения вид обрабатывающего оборудования, это металлок, и дерево обрабатывающиеся ноги. В результате эксплуатации они в первую очередь из общего микронообрабатывающего парка подвергаются моральному и физическому строению, старению и износу. Из-за отврата на восстановление первоначальной точности и производительности постоянно возрастают. По настоящее время для планирования и решения высшую сказы проблемы на предприятиях используют общую отраслевую методику, типовая система технического обслуживания и ремонта металлок и обрабатывающих станков, краткая система ППР. Однако, разработанная в 1998 году, эта методика морально значительно устарела и требует принципиальной переработки по всем разделам, начиная с корректировки номенклатуры станков, применяемого инструмента и, соответственно, режимов резания и конча с совершенствованной структурой видов ремонта оборудования всего цикла, с обязательным введением в его видах диагностики по фактическому состоянию эксплуатируемого оборудования. Решение задачи разработки методических материалов по системе ППР, отвечающих современным условиям, в последнее время рассматривалось многократно в 2013-2014 году и текущем году на нескольких метод-раслевых семинарах город Самара, город Королев, город Екатеринбург, на которых однозначно подтверждена необходимость и актуальность решения большевых указанных проблем. Усугубляется проблема планирования и выполнения работ по восстановлению устаревшего и изношенного станочного парка на промышленных предприятиях, еще и объективным причинам социально-экономического характера, в том числе, ужесточением режимов эксплуатации станков, сокращением трудовых материалов и финансовых средств. Помочь предприятиям в сложных условиях оперативно рассчитать, спланировать и провести минимально необходимый объем работ по ремонту и техническую обслуживанию станков на конкретном предприятии под выпусковые новые изделия в условиях дефицита трудовых и финансовых ресурсов. Решение этой задачи и посвящено научное исследование на тему управления запасами ремонтировок узлов, металлодоревывающих станков на предприятиях машинствования аспиранта Эль-Риан-Патно-Абдон-Анфан. Аккуарность представленной ситуационной работы не вызывает никаких сомнений, а сложность выполненных исследований по оптимизации управления ресурсами, запасами при ремонте металлодоревших станков в условиях рыночной экономики подтверждается тем, что эта задача многокритериальная. Научно-детельно ли знать ситуационной работы? Второе. Разработана математическая и имитационная модель управления запасными частями. Третье. Разработана математическая модель для оптимизации количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов при ремонте металлодоревших станков на предприятиях машинствования. Также оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограниченных трудовых и финансовых ресурсов при ремонте металлодоревших станков. Краткая характеристика работы. Краткая характеристика работы. На процесс управления запасами на производстве влияют многие факторы, в том числе и сложно формализуемые, такие как вероятность, надежность агрегатов, минимальное оборотное средство и так далее. Вторая глава посвящена имитационному моделированию. Разработаны модельные четкие логики, математическая модель нахождения оптимального числа запасных услов, обеспечивающих рационально функционирование исследований системы, и имитационная модель для управления количеством запасных частей. Выслано это тем, что в условиях рыночной экономики системы ППР, относящиеся к категории сложных систем, функционируют с многообразными ограничениями. Учитывая, что в таких условиях математическую модель представить достаточно сложно, разработка модели четкие логики выполнялась с помощью графических светсистемы МОТВАП. В редакторе нечеткой логики использованы три входных параметра и один выходной параметр. Результаты применения вышеизложенного метода нечеткой логики для токарной группы станков диссертации представлены в интерфейсе программы РОД-ПИЭМ. В третьей главе разработаны модели четкие логики и математическая модель в нахождении оптимального варианта структуры ремонтного цикла. Ремонтных воздействий обеспечивают рациональное функционирование исследований системы в условиях ограниченных трудовых ресурсов и ремонте металлоризующих станков. В четвертой главе разработана модель нечеткой логики и математическая модель для оптимизации количества ремонтных единиц в условиях ограниченных финансов и трудовых ресурсов. В конце каждой главы приводятся заключения и сформированы обоснованные выводы. Практическая значимость работы. Практическое применение результатов настоящих экспертов заключается в оптимизации стадских запасов при ремонте металлоризующих станков в любом временном интервале, не прибегая к трудоемким экономическим расчетам. В определении качественных видов и количества ремонтных воздействий в условиях ограниченных трудовых ресурсов и ремонте металлоризующих станков. В определении количества ремонтов единиц в условиях ограниченных трудовых ресурсов. В определении минимальных потребных оборотных средств для выполнения всех определенных видов восстановительных и ремонтных работ. В представленной работе имеются определенные недостатки стилистического и грамматического характера. В частности, следует отметить, настоящая работа является неотъемлемой составляющей актуальных общих исследований по созданию современной методики системы ВПР, вносит в эти научно-исследовательские разработки существенный вклад, но автором не отмечена эта органическая связь, что, по нашему мнению, занижает значимость выполненной диссертационной работы. В пункте 2 выводов применения методов исследовательских логики и управления запасом запасных частей не раскрыты критерии оптимизации. Их раскрытие позволило бы четче применять настоящую методику непосредственно в условиях конкретного предприятия. В диссертации также не конкретизирована фраза «Применение нечеткой логики для решения поставленных задач» дает хорошие результаты, в короткий промежуток времени. Какой промежуток времени? Что означает хорошие результаты? Стилистические ошибки встречаются в нескольких местах диссертации, например, на странице 5 и 35. Нечеткий термин. На странице 7 много повторений. На странице 23 повторяется фраза «Недостатком этих методов является то, что они пренебрегают экономическими показателями». Без слова «пренебрегают» правильнее. По смыслу заменить словом «не включаю» или «не использую». На странице 42 и 99 повторение структуры ремонтного цикла и прочее. Заключение. Несмотря на указанные замечания диссертационной работы Эль-Рианфадман Делану Ханнат управления запасами ремонтированных условий металлорезных станций на предприятиях машиностроения, является законченной научно-исследовательской работой, в которой решена задача по разработке и применению новых технологических решений, направленных на управление запасами ремонтированных условий на предприятиях машиностроения в современных условиях. Авторам исследования выполнены на высоком научном и экспериментальном уровне. Материал диссертации изложен последовательно и логично. Положения, выводы, приведенные в работе, научно обоснованы и достоверны. Автореферакт в полной мере отрагивает материал, излагаемый диссертацией. В целом, диссертационная работа Эль-Риан-Затман-Булан-Уханна актуальна, имеет научное нарезное и практическое применение. Соответствует требованиям ВАГ РФ. Предъявляем кандидатским диссертациям. А ее автор заслуживает в присутствии учетной степени кандидата технических наук по специальности 05-13-06 автоматизация и управление технологическими процессами и производствами машиностроения. Отзыв обслужен на заседании НТС ОАО и НИМС 4 июня 2015 года. Полный мере. Подписали ученый секретарь, заведующий отделом номер 28 Гришин и полиция МАР. Гришин кандидатом? Да. Спасибо. Ну, на диссертацию поступило, я так понимаю, отзывы. Значит, попрошу, когда будете отзывы, синие защиты, а сочетать только заключение. Так, на автореферат поступило 6 отзывов. Первый отзыв от заведующего картера автоматизации управления мехатроникой Саратовского государственно-технического университета имени Гагарина, доктора технических наук, профессора Игнатьева Александра Анатольевича. Замечания. По автореферату есть ряд замечаний. Первое. Для выполнения имитационного моделирования, которое может дать приемлемые на практике результаты, необходимо иметь достаточно достоверные данные в процессе функционирования станков и, в частности, о процессах восстановления, но в тексте этого не отмечено. На странице 16 и 19 приведены формулы 2 и 4, однако не уточнено, как определяются все входящие в них параметры. Третье замечание. Неясно, как решались оптимизационные задачи в главе 3 и в главе 4. Четвертое. На ряде предприятий переходят на режим глубокого гибкого технического обслуживания станков, в связи с чем неясно, применимо ли к нему положение диссертации. Отзыв положительный. Сразу хочу сказать, что все 6 отзывов, поступившие, положительные, поэтому зачитываю только замечания. Второй отзыв поступил от Белова Павла Сергеевича, кандидата технических наук, доцента кафедры ТОИАМ Егорьевского технологического института МВТУ Станкин. Замечания. В качестве замечания необходимо отметить следующее. Первое. В авторитариате недостаточно полный и сложный принцип моделирования. Второе замечание. Скриншот программы «Руль» и «Руль» плохо отражает наглядность представленных результатов. Третий отзыв поступил от кандидата технических наук, ведущего инженера ООО «Проект стройэкспертиза» Пупикова АЭМ. Замечания. В авторитариате отсутствуют сведения о практической реализации научных положений соискателем. Четвертый отзыв поступил от Тахмана Симона Юсифовича, профессора кафедры технологии модностроения, металлорирующей станки и инструменты Урганского государственного университета. Замечания следующие. Первое. На рисунке 2 показано 5 терминов, однако в таблице 1 приведена расшифровка только на 4. Отсюда не ясно, что значит термин В5. На рисунке 5 показано 7 термом, однако в таблице 1 расшифровка только на 4. Отсюда не ясно, что означает термин В2, В5, В7. На рисунке 7 говорится о том, что минимальный запас от частей С должен быть 0,636. Однако не ясно, что это значение и каких единицах. Следующий отзыв 5 поступил от заведующего кафедры автоматизации технологических процессов УГТУ, доктора технических наук, профессора Лютова. По автореферату имеются следующие замечания. Первое. При наличии регламентов, регламентированных процессов технической обслуживания и ремонта, множества запасных узлов и имеющихся ресурсов на предприятии, наиболее точную задачу может быть решена как задача расписания множества ТОН во времени, то есть задача относится к классу комбинаторных НБ сложных задач. Использование автором модели на основе нечеткой логики не даст, сколько бы то ни было точного ответа на поставленную задачу в виде неопределенности, для оценки значений термов, нечетких множеств. И эти модели могут быть использованы только как приближенные, с весьма низкой точностью получения истинного результатов. Таким же образом, второе замечание, таким же образом является спорным использование в работе иммиграционных моделей с использованием элементов теории массового обслуживания, поскольку решение о выполнении той или иной стоячей в очереди фазы ТОН подчиняется, как это можно судить по авторефератному правилу, ТИПО. Для задач комбинаторного характера использование таких моделей является далеко не лучшим предложением, тем более, что в модели отсутствуют какие-либо попытки регулировать длину очереди перед каналом обслуживания, а также не определены до конца понятия самих каналов и их интенсивности обслуживания заявок по всей цепочке ТОН. Третье замечание. Представленная в работе математическая модель нахождение оптимального числа ремонтных воздействий не содержит целевой функции, а это значит, что о оптимизации можно забыть. Кроме того, само понятие оптимальности противоречит приближенному характеру модели. В данном случае можно говорить только о рациональном значении искомых параметров. Задача ТОН отличается не только, четвертое замечание, отличает не только указанным вышеисходным данными, но также параметрами, которые меняют свою величину в течение времени. Например, баланс денежных взвес, который отражает затраты на приобретение запасных частей, отчисления по кредитам предприятия, денежные поступления от продажи продукции, операционные затраты, налоговые отчисления и многие другие составляющие финансово-балансы предприятия. На момент принятия решения о выполнении той или иной базы технического обслуживания, той или иной единицы оборудования, ничего к этому в работе нет. То есть задача решена аспирантом для стратического варианта без учета динамики баланса. И шестой отзыв, без замечаний. Воздух шестой от Жигакова, начальник управления инновационной деятельности и защиты интеллектуальной собственности, НИТУ имени Тупарева, кандидат физико-математический гранат. Спасибо. Есть ли вопросы к секретарю СССР? Есть ли нет, то слово предоставляется соискателю для ответа на замечания, содержащих возраст ведущей администрации и возраст на номерах. Спасибо, верующая организация, за ответ. По первой замечанию, по оптимизации организационных технических решений существуют два вида задачи. Первого вида задачи задание с целью достигается в результате качественных изменений, что-то любое национальных финансовых и временных законах. Задание второго вида качественных изменений остается не изменение, но изменяется количество показателей. В нашей диссертации мы задали задачи второго вида. Поэтому диссертация отмечена требуемой одновлечений всех. Второе замечание. Критерии организации написаны в суд диссертации, и я рассказываю в диссертации. Третье замечание. В соответствии с актами я вручила из завода югуберские, я вручила методы я предложила, можете снизить свои стоимости на 30%. Четыре, согласна, потому что у меня проблема русский язык, это надо повторять ее. В четвером я согласна. Замечание. Спасибо всем профессорам за отзывы и замечания. По замечаниям Эгина и Эгнатьева, первое замечание. В диссертации есть достаточно достоверней данной процесса функционирования знаков. Второе замечание. Как определяется все входящие параметры, приведение формулы 2 и 4 есть в суд диссертации. Конечно, у меня в авторе флаг места нет. Целью замечания номер 3, целью оптимизации. Задача есть в главе 3, максимизация количества ремонтных воздействий. И на четвертой главе есть максимизация количества ремонтных единиц. Четвертое замечание. В соответствии тоже актом я вручила из Европы, в Москве, предположения, методы к мужик для применения и предприятия. Замечание. Первое замечание. Полные изложения, принцип моделирования, есть тоже в диссертации. Второе замечание. Программа, рулер, вьюер, графический интерфейс, полный, есть тоже в диссертации. Авторе флаг тоже на место. Бои замечания. Оно по бекону. Я вручила тоже акт завода и пробежка поздно, поэтому не могу поражить сведения практически в реализации научных поражениях. Авторе флаг. Было замечание YouTube. Я благодарю вас YouTube. потому что он дает мне очень хорошие замечания для дальнейшей работы, потому что каждое замечание хочет 10 тестов, не один. Особенно четвертые замечания, я арбитра, это хочет отдельный 10 тестов, потому что он хочет меня заниматься, все в параметре есть, это невозможно. Если я делаю это в параметре, я меня не могу, если я работаю на позицию. В первых замечаниях качественные ошибки в модели управления существуют, зависит от ошибки в правил их функциональных личностей, объясняющих ошибки тем, чем удачнее подробнее ошибки правил их функциональных личностей, тем адекватнее управленческие решения. Это значит, если соискатель точно знает, как работает нашу кеологику, он может получить точный результат в промежутке времени, и не хочет построить никаких сложных математических моделей. Второе замечание, более объяснение метастриотных моделей есть в диссертации. И третье, он спросит о цели функций, математических моделей нахождения в третьей главе, это максимизация числа румутных воздействий. Но, честно, у вас нет. Понятные ответы на вопрос. Хорошо, спасибо. Тогда слово предоставляется официальному оппоненту, лёгкую физическую науку, профессору, заведующей кафедрой технологической системы пищевых и перерабатывающих производств Тульского государственного университета. Прейси, поднём его. Прошу. Спасибо. Я позволю себе не защитить полностью отзыв, а остановиться на основных ключевых моментах и разделов своего отзыва. Значит, первый раздел – это, ну, не оценилась актуальность системы институционной работы. Ну, в отзыве, как мы слышали в предыдущей организации, я считаю, эта актуальность очень хорошо раскрыта и доказана. У меня здесь нечем возразить. Я хотел только отметить, что традиционный подход к проблеме управления запасами базируется на сложных математических моделях. Её практическое применение для решения задачи активизации проблем с запасами при ремонте металлореза станков на предприятиях машиностроения, особенно на малых предприятиях в условиях рыночной экономики, в сегодняшних наших условиях, быстро меняющихся ресурсов, крайне забудительная молодая эффективность. Поэтому тема дистанционной работы, связанная с поиском и теоретическим обоснованием практического применения новых эффективных методов управления запасами и ремонтированных грузов, продавляющихся станков на нашем строительном предприятии, является актуальным. Во втором разделе отзыва мною дается общий оценок содержания управления работы. Я позволю себе допустить эту констатацию, так сказать, общее рассмотрение по главным содержаниям. Хочу только отметить, что каждая глава диссертации заканчивается выводами, на странице со стороны обладаны общие выводы по работе. В целом, текст диссертации от треферата написан технически грамотным языком, стиле изложения научной и корректной. И даже этот треферат соответствует тексту диссертации. Третий раздел — обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций сформулированных диссертацией и их доставенности. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются представительным объемом анализированной информации по различным аспектам организации системы технического обслуживания и управления запасами. Использование методов теории массового обслуживания, математического инфекционного удаления, а также методов учебного подвода в их воздушке для построения модели управления запасами. Разработка модели учебной логики выполнялась с помощью тратических средств пакет-прикладных программ МАТЛА. Доставенность научных положений и выборок рекомендаций, сформулированных в диссертации, обеспечиваются сопоставлением результатов комнаты МАТЛА, получившихся с помощью инвентационных моделей и моделей, базирующихся на методе «Инчеркод». Выводы по работе Nature stuff 142 в целую грузовы, в результате сомфортных исследований по теме диссертации и не противоречивающих материалам диссертации и автор sharing. Четвертое положение. Нарезная научных положений, выборок рекомендаций, сформулированных в диссертации. Здесь я позволил себе попытаться сформулировать квинтэссенцию работы, выполненной соискателем. В нашем совете, в нашем техническом совете, мы, как правило, всегда требуем у соискателя сформулировать научную новизну одним блоком, так сказать, квинтэссенцию, а дальше формулировать научный результат. Я предлагаю специалистовому совету такой вариант характеристики научной новизны. Новизна научных положений и выборов рекомендаций, исправленных в диссертации, заключается в том, что в соискателе впервые разработан и протестирован комплекс математических инвентационных моделей и моделей нечеткой логики, позволяющих минимизировать число запасных условий в воздействиях и неремонтных единиц в условиях ограниченных трудовых и финансовых ресурсов и обеспечить на этой основе рациональные системы технического обстановления и ремонта, металлоречивых станков и предприятий в нашей стране. Это ключевой момент диссертации соискателя, что именно комплексность решения вопроса. Ну, не часто это встречается, и в этом, я считаю, ее основное, так сказать, доскольность работы, что она именно взяла комплекс моделей и провела сравнительный анализ, моделирование по различным, так сказать, вариантам, и обосновала эффективность применения моделей нечеткой логики. Пятый раздел. Основные замечания к диссертации артефера. Ну, здесь вот, к сожалению, много замечаний. Цель работы повторяет название диссертации. Это, в мой взгляд, не корректно. Наученная зная работа сформулирована соискателем неудачно и повторяет формулировку задач и результатов с значительными филосиологическими изменениями. Ну, в мой предложен вариант, так сказать, характеризующий претензенцию и научную диссертацию диссертации. Третье замечание. Научные положения, результаты, вносимые на защиту, а также выводы по главной диссертации целого развития, слабо аргументированно носят декларативный описательный характер, и вместо сравнительных числовых оценок, полученных результатов, содержат общие фразы. Обеспечивается минимизация коротких средств, хорошие результаты, короткий промежуток времени и так далее. Числовые оценки отсутствуют. Четвертое замечание. Среди спецназа постоянно используют термины «оптимальные», «оптимизация», «оптимизирование». На наш взгляд правильно было бы использовать термины «минимальные», «минимизация» и «минимизирование». Но это отражается и в результате работы. Решается задача минимизации запасов и ремонтов. Пятое замечание. В диссертации в Терриферате отсутствуют сведения о практической реализации научных положений результатов полученных соискателей. Но здесь уже об этом говорилось. К сожалению, поздно был получен акт. Я при встрече личных соискателей, она мне представлена так, я его посмотрел. Действительно, акт по реализации результатов очень серьезный. И там подтверждается эффективность и практическая значимость полученных результатов. Ну вот, беда, что в периоде нельзя подожми вакуум включить там же лицарные документы и сфотографируем диссертации. Ну, конечно, впущено. Шестое замечание. В тексте диссертации от Терриферата достаточно много афрографических и грамматических ошибок. Например, вместо количества запасных узлов ему произвести тому подобное, следует управлять термин «число». Ну, так подусить пример. Если это штучное, то не какое число? Количество для массы продуктов. Сформулированная диссертация второй пункт, вывода страницы 42, перфератила страницы 22 должен в двух пунктах. В разных редакциях. При этом разбивание фраз произведено некорректно. Окончание первого предложения стало началом второго предложения. Ну, на рейс 1.4, страница 27 диссертация ошибочка обозначена как рейс 4.1. Ну, сделанные замечания, в своей основе, конечно, связаны с объективными трудностями соискателя, связаны с языком русским, поэтому сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку рассматривания диссертационной работы. И в шестой, на заключительный раздел, заключение в соответствии диссертации критерии предъявляемых не даст к диссертациям. Если позволю себе подробно просто зачитать. 6.1. Диссертация является научно-пределительной работой, в которой изложены новые научно-обосновные решения и разработки, имеющие существенное значение для развития скалы . Направлены на обеспечение национальной функциональной системы технического обслуживания, ремонта металлористов, в предприятиях мощно-строения, на основе использовали комплексы математических ремонтационных моделей и модерин-четкогубки, позволяющих минимизировать число спасных узлов, ремонтных воздействий, ремонтных уделений в условиях ограниченных трудовых финансовых ресурсов. 6.2. Диссертация обладает внутреннюю деятельность, но содержит новые научные результаты и положения, упирая на различные защиты и свидетельствует о личных владелях авторов диссертации в науку . 6.3. Основные научные результаты диссертации предположены четырех рецензируемых научных изданий, входящих в перечне рецензируемых научных изданий, утвержденных Министерством образования Российской Федерации, пункт 11, 12, 13, уважения. 6.4. В диссертации приведены необходимые ссылки на авторов, и источники заимствования материалов или отдельных результатов, пункт 14, в положении. 7.4. Изложенные позволяют считать, что диссертационная работа Эль-Риан-Хатма-Абдалан-Мохамед, управление запасами ремонтированных узлов и производительных станков на предприятии мощного строения, соответствует критериям, предъявляемым диссертациям и установленным действующим положением, пункт 9, 14. А ее автор заслуживает обсуждения, в чем и степени, когда технические диссертационная работа автоматизация и управление членовскими процессами производства и машиностроения. Спасибо. Спасибо. Ну, как вы поздравляете сразу ответ срискать, а потом следующий оппонент. Прошу тогда срискать, дайте ответ на последний вопрос. Замечание. Благодарю Вас, близ Владимир Викторович. Я встречался с ним. Если встречаться для меня было очень болезненно, но поздно. Сейчас я буду ответить на замечание. Это было замечание. Конечно, я согласна. Второй, тоже согласна. Третий, я сказала ему, я делала это сравнение, но было для меня сложно, потому что у меня много параметров входных и входных. Для меня хватит, я сделала сравнение с таблицей. Но, конечно, таблица не очень ясна, если рисунок это было очень хорошим. И хороший результат, если я получила этот акт рано, я могу написать на можете снизить спейстоимость на 30%, но у меня нет этого, когда я сделала это. На четвертое замечание тоже согласна. Он ответил на это я получила поздно, поэтому не могу положить автор рефрат. Этот рефрат может быть есть ошибка, потому что я сама сделала. Я не хочу сказать без помощи руководителя, он помогает мне, но это все, он хочет меня заниматься русским языком и устал чтобы знать что но конечно результатов немного это разумнительно. спасибо вам и Береса Владимир и подняться вопрос о вспоминании над тем конечно я немного не дотворен от того что опоздание это не является оправдание и в моменты есть странные советы должны быть по срокам смотреть можно в Москве когда товарищ защищают от разных университетов он не хочет внедрения у меня два товарища защищаются другим остатки это внедрения они не хотят когда я посмотрела на сайте кифио я посмотрела внедрения я спросила Виктора Виктора доцента нашего кафедра чтобы получить это и я могу найти это закон хорошо понятно это я просто потому что надо все в это время делать спасибо значит здорово представляется второму оппоненту значит доценту кафедры динамик процесс управления казанск национальный средств технического университета имени спасибо ну я скажу так вот сам процесс защиты даже произошел неожиданно поэтому были менее четкие ответы диссертанты что ну я африори удивлен в положительном смысле она смогла отвечать на вопросы это очень хорошо вот теперь кратко я вот остановлюсь на тех моментах в моем отзыве которые здесь были еще не ну на мой взгляд недостаточно на них был осуществлен акцент вот здесь в качестве ведения просто мы уже шестой год плотно работаем с КАМАЗом в плане внедрения методики современного интегрированного производства вот эта диссертационная работа она очень близко подходит к этой тематике и в общем то здесь практическая направленность этого исследования гораздо шире чем декларируется в самой диссертации если вот говорить о задачах расписания которые здесь упоминались ну всем известно что задача расписания не имеет аналитического решения можно бесконечно пытаться решить его на КАМАЗе есть система SAP вот эта система иногда начинает пытаться решать задачу оптимизации и никакого решения она не дает поскольку размером сразу будет все такого рода задачи и вот в этом плане подобное исследование которое в этой диссертации делается очень я считаю практически правильно и позитивно в плане именно прикладной значимости вот эту работу можно рекомендовать не только продолжать но и развивать причем развивать именно в плане интегрированной производственной логистики поскольку позволят вот такие подходы оптимизировать это слово употребляют немножко фривольно здесь действительно не идет речь оптимизации а здесь речь идет о уменьшении затрат даже не минимизации на мой взгляд а уменьшении затрат предприятий на организацию производства вот значит у нас было обсуждение с руководством КАМАЗа в 30 раз затраты предприятий российских в среднем они превышают затраты ведущих мировых машиностроительных предприятий поэтому мы не конкурентоспособны в эту область и вот эти санкции которые сейчас применяются они в принципе могут быть позитивно и в этом плане вот это диссертационное исследование как раз вполне оно современное и я думаю что именно для тех людей кто занимается значит инструментами станками снабжением это вот очень хороший так сказать сигнал для дальнейшей работы это вот по актуальности значит по новизне я полностью с коллегой согласен новизну наверное надо было формулировать более конкретно и делать упор именно акцент на прикладном аспекте применения известных методов на работе но тем не менее так сказать наверное ну в заключении диссертационном надо именно я с вами согласен это отметить ну значимость для науки значит очень серьезно это в плане методологии организации производства машиностроительных производств нам приходится работать и с Камским инновационным кластером там возникают такие же задачи допустим в Германии для компаний которые занимаются автосборкой если степень локализации производства в рамках 100 км меньше 100% они не рассматриваются как серьезные организационные моменты в плане локализации производства кластер вполне способен полностью закрывать свои нужды в запасных частях именно через такие исследовательские работы они должны конечно выходить именно на практику и я еще раз говорю именно значимость работы это по сути дела попытки разработки методологии исследования организации внедрения компьютерного интеллированного производства это достаточно трудная и неблагодарная на данный момент задача но оценка содержит диссертацию завершенности я здесь ничего нового по сравнению с теми высказываниями которые прозвучали оппоненты ведущей организации не скажу наверно можно было чуть-чуть перестроить перекомпоновать и меньше и надо было ну у меня я когда буду говорить замечаниями это тоже окружено но в целом здесь я считаю нормально теперь достоинства недостатки содержания диссертации мнений о научной работе соискателей в целом я уже говорил в целом работа производит хорошее впечатление несмотря на присущий данной области объективный недостаток математической сложности вот это имеет место автором проведено серьезные проблемы рассмотрен широкий спектр разработанных подходов и достаточно аккуратно проанализированы их возможности и недостатки автор достаточно грамотно подошел к построению новых моделей четко указал ограничения и с их использованием разработал и успешно реализовал соответствующие практические алгоритмы недостатки ну вот обзор в первой главе некоторых подходов кажется излишним их стоило вынести в обведение в виде исторических справок второе в работе недостаточно внимания уделено обоснованию возможностей интеграции предложенного подхода существующими на современных предприятиях системами из которых была бы очевидно стоятельная потребность предложенных автором усовершенствованных алгоритмах управления запасами и возможность их эффективного применения то есть надо было наверное чуть-чуть и показала историю с внедрением чуть-чуть раньше была бы работа еще более серьезная и более интересная поскольку на деле мы совершенно ну третье замечание в работе не рассмотрена возможность применения полученных результатов в рамках широко распространенной на высокотехнологических машиностроительных производствах технологии just-in-secents сейчас заботные предприятия ушли от технологии just-in-time она не совсем хорошо распрабатывает там идет везде just-in-secents по потребностям вот здесь по сути компонент диссертации является компонентом этой системы это можно было очень выгодно и удачно выбирать и значит четвертое замечание в списке использованных источников следовало отделить собственно публикации вот статьи доклады книги от инструкции описание других источников публикациями практически не являющихся но это замечание не только этой диссертации но ко многим люди начинают охотаться на самом деле это формативный материал ну вот указанные недостатки в целом не снижают ценности полученных результатов а по сути подчеркивают не было замечаний не было недостатков ну это было тупиковое исследование на самом деле это исследование ну очень является ну по сути дела они в начале пути не стоят поскольку вот эти методы нам не удалось съездить в Канаду на конгресс по управлению а то в конгресс по управлению в Оттаве просто канадцы не дали визы нашим ученым в Оттаве там по сути дела целый раздел этой конференции вот Control in Manufacturing он был посвящен именно вопросам применения нечеткой логики вопросам мультиагентных систем и прочих вот таких вещей то есть это как раз подчеркивает перспективность ну и интересность этого исследования практически вот у меня все ну там я уже стандартное не буду говорить заключение заключение позитивное что является законченной научно-квалификационной работой связанной с разработкой новых технических и технологических решений направленных к управлению запасами ремонтируемых узлов металлорежущих станков на предприятиях машиностроения материал диссертации создан на хорошем научном уровне последовательно логично положение вывода проведенного в работе научно-обоснованно достоверны цели задачи исследования выполнены в полном объеме а в тариферате научной публикации в полной мере отражают материал по излогам диссертации и значит диссертационная работа Эль Алиан Фатма Абдалла Мохаммед в управлении запасами ремонтированных узлов металлорежущих станков на предприятиях машиностроения актуальны имеют научную новизну и практическую ценность соответствует пункт 9 положение порядка произведения ученых степени не утвержденного постановления правительства РФ от 24 сентября 2013 года номер 842 автор Эль Ариан Фатма Мохаммед заслужит при суждении ученых степени кандидаты технических наук и специальности на 5.13.6 автоматизации и управления технологическими процессами и производствами скобочкой машиностроения и и и и и и и и и из и и и и И русские зрители не на руках. Сейчас по замечаниям Сабиртов Ростом Адивыч об этом есть замечание согласно. Второе замечание в соответствии с адтом тоже я поручила. Это значит есть возможность интеграции предложения подхода существующих предметов. Третье замечание согласно. Но будут такие нужды, которые я сделала может поменять чуть-чуть и будет хороший для заводов, которые написали третье замечание. Четвертое замечание тоже согласно. Официальная часть с оппонентами у нас закончена. Если вопросов нет соискателю, то мы могли бы приступить к обсуждению диссертации и высказать свое мнение. Прошу. изменить что присядьте, присядьте, присядьте. Не слышите, микрофон надо говорить. Впереди специалистов по автонализации. Микрофон дай ему. Слышен, да? Я посмотрел все обзоры, которые получены при диссертации. Высказан специалистам в этой области. И открытым временем. Все удовлетворяет как члена диссертационного совета нашего. Хотя я не специалист, в области автоматизации технотических процессов. Но, на мой взгляд, те проблемы, которые решаются в данной работе, они, на мой взгляд, представляют большой интерес. Вообще применение имитационного моделирования, я думаю, что эти проблемы, которые сейчас решаются в ряде вопросов, они имеют будущее. Я единственный бы хотел как бы дать сами. Для того, чтобы получить целевую функцию, желательно было бы количественные характеристики, может быть, экономического характера было внедрить вернее, сами диссертации. Возможно, они в работе есть, да? И, на мой взгляд, работа действительно представляет интересы разработанной модели с точки зрения именно анимационного модели, как автомат, системы массового обслуживания, да? На мой взгляд, она является очень необходимой. Ну, если бы вы защищались при советской власти, вас бы спросили, какой экономический эффект? К сожалению, сейчас это не требуется, да? Но, тем не менее, я думаю, что такие работы со временем будут и представляться в виде, короче говоря, экономического эффекта в отдельных областях. Предприятий, ну, в частности, может быть, даже на комбате. Спасибо за внимание. Спасибо. То есть, я желаю приступить. Прошу. Игорь Михайлович. Игорь Михайлович. В Казань поподробно ознакомился с афрофератом диссертации соискателя ученого степени. Значит, действительно, диссертация является очень актуальной, и она, значит, посвящена решению производственной оптимизации при отложении ремонта металлообилляющих станков лучшим строительным предприятиям. Ну, здесь следует отметить, что и оппоненты, и, значит, в отзывах было отмечено, что названные задачи являются, конечно, весьма непростыми вследствие сложности рассматривания системы, их многопараметричности, значит, наличие большого числа случайных факторов, разнообразных ограничений и многих других обстоятельств. Вместе с тем, существует обстрая необходимость эффективного решения указанных задач, об этом тоже говорили, и соискатели говорили, и оппоненты говорили, значит, поэтому я считаю, что данная диссертация очень актуальна, она актуальна именно в настоящее время, когда, значит, нужно нам будет, так бы, восстанавливать наши машиностроительные предприятия, которые долго лежали на боку, и поэтому диссертация имеет актуальность. Вот по практической значимости, значит, я, вот, и не зря задавал вопрос, значит, здесь, конечно, желательно было бы более конкретно, но она ответила на вопрос, и оппоненты отметили, что диссертация опробирована в производственном условии, поэтому здесь уже практически значились и называют сомнения. в качестве замечаний, ну, я, вот, для себя написал, я все не буду, они были озвучены здесь и оппонентами, значит, мне, вот, не понравились выводы, сделанные по работе, если их можно показать, да, там пять выводов, по-моему, да, ну, не надо, можно не обязательно, да, вот, значит, ну, во-первых, в выводах отсутствует слово «ты вы», ну, допустим, в один раз можно было упомянуть, впервые там использованы такие модели, там, и так далее, и так далее, да, и второй, вот, пятый вывод, значит, последнее, если это слово, дает хорошие результаты в короткий промежуток времени, это отметил, по-моему, Сергей Васильевич, Сергей Васильевич отметил, по-моему, да, и оппонент отметил, да, значит, выводов, конечно, желательно было бы привести конкретные цифровые показатели, значит, вот, так было, так стало, понимаете, в результате выполненной данной диссертационной работы, и это, конечно, очень припилово и усилово впечатление по данной диссертационной работе, значит, еще какие-то незначайные географии, значит, несмотря вот на то, что в работе обсуждается, предлагается модель учетной логики и имитационной модели, в выводах почему-то речь только идет на моделях нечетной логики, значит, Сергей Васильевич тоже это ничего, по-моему, не понятно, да, ну, в целом, конечно, работа соответствует всем требованиям, которые предъявляются кандидатами диссертации в пункт 9, конкретно диссертация, значит, является законченным общим советской работой, несомненно, выводы, в принципе, можно считать аргументированными, с некоторыми поправками, и в заключение я бы хотел сказать, что соискатель, диссертант, несомненно, заслуживает присуждение ученой степени по иском специальности, я буду называть «за» и призываю называть «за». Спасибо. А, Стефан Георгиевич, это вот здесь выступит в основном по-общему замечаниям и по актуальностям, но, опять-таки, чтобы ей представить, наши члены совета специальности тоже выступили. Профильный секрет? Да. Профильный секрет? Привет, да? Да. А, профессор Дмитрий. Значит, здесь говорили о том, что нет решения оптимизационной задачи, но ведь она только что сказала что решение многокритериальной задачи и действительно это многокритериальная задача. Если большинство диссертаций, диссертаций, которые не встречаются у меня достаточно многокритериев приводили к одному критерию, то есть к одной критериальной задачи, поэтому решали с методом спуска, а она решилась или хотя бы она решилась методом решим. Поскольку все критерии оптимальности здесь равны, значны. это минимизация защитей, минимизация затрат, запросов экономических затрат, это естественные ресурсы, и так далее, и так далее. Поэтому метод решения это современный метод, который внедрен буквально лет 20 тому назад, только разработан был. И если мы говорим об этом, я считаю, что данная работа является законченной работой, решена актуальная задача управления. но мне бы хотелось сделать замечание, если мы говорим об оптимальности и кругом оптимальности. Нерациональность, а оптимальность. Тогда нужно название диссертации изменить. Оптимальное управление запасом и так далее. То есть вот здесь мне непонятно. Но решение многокритериальной задачи методом решения это достаточно сложное решение, я не знаю, привели в диссертационной работе, но тем не менее. Это классический подход к решению многокритериальной задачи, когда критерии оптимальности они равнозначны. Поэтому я считаю, что данная работа она законченная да очень техническая коллекционная работа, которая заслуживает не хорошие оценки, а соискатель заслуживает звание кандидата технических данных. все спасибо спасибо кто еще хочет выступить я по специальности по диплому специалист по динамике полетов управления это предплодная математика поэтому для математиков я был технарем для технарии математики и пытался связать эти вещи между собой при этом сейчас я по совместительству являюсь начальником отдела на машиностроительном заводе отдела автоматизации управления и системного моделирования и как раз убедился в том что вот математика требует существования и единственных решений а когда решение единственное то нет управления нет свободы значит как раз не единственность оно и позволяет управлять и вот убеждает что применение просто математики высокой математики вот на практике особенно на производстве оно просто напрямую невозможно и ну бесполезно можно накручивать огромные формулы огромные алгоритмы они работать не будут там огромные степени определенности но есть как бы три классических метода работы с неопределенностью это вероятностные это интервальные подходы и вот нечеткие нотки поэтому в данной работе как раз это та самая прикладная работа когда математические методы применены и показывают реальные результаты реальная применимость их на современных предприятиях и современных российских предприятиях когда действительно уровень неофределенности ну очень большой и вот первый оппонент правильно сказал что тут именно комплекс математических моделей и алгоритмов это комплекс, можно сказать, что это разрозненные отдельные алгоритмики это действительно не сыгнено в огромный большой ERP но проведен огромный труд по идентификации этих моделей и потому что они потом применяются в реально той области управления запасами и управлением ремонтом поэтому я считаю, что диссертация вполне соответствует паспорту специальности считаю, что она что и применены и математические модели и они применены в реальном в реальной практической как бы в деятельности нам приятны вот предлагаю всем голосовать за то есть специальности, которые представляют Совете Нашего это первое второе действительно задача весьма неопределенная сама задача неопределенная поэтому не случайно появилась и нечеткая логика это тоже можно считать одна из разновидений есть ли какой-то статистической интуиции и появилась необходимость сопоставить с хорошо уже отработанными статистичными методами системы массового обслуживания инновационными древнями и обратим внимание, что если одну и ту же задачу прочитать разным способом результат может получиться довольно подходящимся в данной работе я обратил внимание один из аппрокатов вот здесь результаты расчетов расчетов по трем этим методам довольно никак совпадают буквально там единицы в них какие-то составляют показатели и это, я считаю, свидетельствует о том, что достаточно достоверный результат получен и хотел бы обратить внимание еще на очень важный аспект который здесь вот первый оппонент отметил он еще необходимо отметить, что не количество деталей измеряется, а число я не знаю, какие много деталей там узлы так понятно у нас учили русскому языку во время войны я учился еще да что числом измеряются живые существа да в русском языке принципы означают числом а неудушевленные предметы могут и числом и количеством я просто как бы немножко продлил вот эту идею да надо бы как-то поправить вот эту масштаб страны количество людей у нас это сплошь и рядом самый высокий пригон да а между тем я помню даже число моральев в колонии доставят учили а все остальное это не так может быть количество и число спасибо за внимание я занят судить ученые степени кандидата в науку по указанной специальности Эль Эльян Хатман Абдаллах Мохаммед не спросили что ее диссертация вызвала этот вопрос вопрос языка очень большой спасибо а если достаточно то мы должны открытом голосовании принять решение о прекращении дискуссии тогда если вопрос нет кто за то чтобы прекратить дискуссию прошу кто против раздержался и на голос что по плану представляю слово соискретелю Эльян Хатман Абдалла Мохаммед для митинус Сначала благодарю моя семья муж и конечно страна Россия и Египет послали мне заплатить деньги для меня чтобы участвовать здесь в России спасибо для двух стран тоже благодарю очень благодарю казанистские федеральные университеты чтобы разрешать меня защищать здесь очень благодарю все члены очень благодарю мои абоненты у меня прекрасные много было для меня очень болезненно я вернусь в Египет и буду преподавателем я думаю я не буду забывать все профессоры я сейчас с ним все собреты они для меня очень было очень хороший шанс чтобы участвовать в России благодарю каждого человека который помогает мне мне благодарю товарищ из Ямен когда я приехала в Казань он всегда со мной потому что русский язык как женщина в культуре я не могу туда и туда ехать со мной он много помогает мне очень благодарю вас в Турзе тоже благодарю мою подругу из Москвы она она будет здесь но там есть тоже я не хочу сделать наш научный паралет работ и наш советник вопрос потому что он много работает чтобы найти совет потому что в Москве они хотят много времени и срок в Египет закончен они помогают мне чтобы получить совет и защищать здесь очень благодарю еще раз всех членов событий и членов событий он много помогает меня спасибо вам большое спасибо вам и очень очень устал со мной машина туда и туда когда я была здесь туда и туда очень спасибо вам спасибо спасибо хорошо давайте переходим к тайному голосованию для этого на 2-ю четвертую комиссию в составе трех человек тут есть несколько предложений со стороны ученого секретаря с Тащенко как наиболее опытным правом в последний раз он был самый ну и для того чтобы переходить обновленность есть предложение Хабибуллина и Кисхакилова есть какие-то возражения самоотводы если нет то тогда предлагаю за данный состав проголосовать кто за ну за за данный состав прошу кто за кто против воздержался единогласно тогда объявляется перерыв для проведения тайного голосования для оглашения результатов голосования предоставления предоставления еще механизм так уважаемые мировые мировые комиссии микрофон полосы в сердце ну надо там сказать прерви темно своим culорон предоставл 6 часов шесть Избирательной комиссии, избранной комиссии в плане Фактамина Астащенко, Рабибуллин и Сраклину для подсчета голосов. При данном голосовании по вопросу о присуждении Эль-Тириан, Фатма, Абдуллах, Мухаммед, ученой степени, когда это техническая табула, в состав диссертационного совета утверден полиция 23-х человек. На период действия демократуры специальности научных работников, утвержденной приказом Минобокнауки России по 25 февраля 2009 года, за номером 59. В состав диссертационного совета дополнительно никто не увидел. При субсиданном заседании 19 членов совета, в том числе доктором на муку, профильной рассматрившей диссертации, 6. Роза на бюллетене, 19. Осталось не роза на бюллетене, 4. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата технического наук Эль-Тириан, Фатма, Абдуллах, Мухаммед, за, 19, против, нет, недействительных бюллетеней нет. Подписи председателя счетной комиссии и членов комиссии имеются. Спасибо. Значит, необходимо к открытым голосованию утвердить протокол счетной комиссии. Кто за подтверждение протокола пришел к сорвать. Кто за, против, воздержался единогласно. Спасибо счетной комиссии. Спасибо. Так, дальше. Таким образом, значит, на основании результата тайного голосования диссертационный совет принимает решение присудить Эль-Тириан, Фатма, Абдуллах, Мухаммед, ученую степень кандидата технического наук по специальности 05.13.06, автоматизации и управления технологическими процессами и производствами машиностроения. Поздравляем вас. Спасибо вам большое спасибо 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 спасибо.